Всем привет! В эфире очередной выпуск «Двое за границей» и мы сразу извиняемся за то, что пропали так надолго, но нас просто обоих поглотила работа. Так иногда бывает. Но сегодня у меня выходной, поэтому я решила записать вам это видео. А видео сегодня будет о том, в чем же все-таки разница между жизнью в ПТЕ и на Пхукете. Погнали! Первое и, я думаю, самое важное для тех, кто долго живет в Таиланде, это аренда жилья. В ПТЕ мы жили в квартирах, в кондоминимумах, в Бангкоке мы тоже жили в квартирах, в кондоминимумах. Но когда мы начали переезжать на Пхукет, когда мы задумались об этом и начали искать жилье, мы вдруг поняли, что в принципе на Пхукете гораздо дешевле снимать дом. И вариантов, которые подходили по наши параметры и укладывались в наш бюджет, было гораздо больше именно в плане домов. Все, что нам показывалось в кондом, было за пределами нашего бюджета. В ПТЕ мы снимали квартиру порядка 60 квадратных метров за 20 тысяч бат. Здесь у нас дом где-то, наверное, около 70-80 квадратных метров за 18 тысяч бат, включая интернет. Ну, как бы разница, да, всего в 2 тысячи, но тут 2 тысячи, там 2 тысячи, тут, собственно, уже и нормальная сумма набежала. Все варианты, которые мы смотрели здесь, именно квартирные, были от 25 тысяч бат. И, соответственно, в наш бюджет это все дело не укладывалось. Поэтому, приезжая на Пхукет на долгий срок, мы рекомендуем снимать дом. Вторая разница, это цены на воду и на электричество. Некоторые нам рассказывали, что эти квитанции на воду и на электричество им присылают арендодатели, там, ну, просто фотку или просто пишут циферки, сколько им нужно заплатить. Мы с таким никогда не сталкивались, мы всегда получаем официальные квитанции и, собственно, по ним оплачиваем. Особой разницы в суммах мы не заметили. У нас в среднем выходит 2-2,5 тысячи бат в месяц за электричество, но хотя за воду на Пхукете мы платим немного меньше. Как правило, у нас выходило 200-300 бат в месяц. Здесь же у нас выходит 100, самое большее я, по-моему, платила, 180. Но это на самом деле странно, потому что все-таки это остров, и, насколько я знаю, были небольшие проблемы с водой, в плане того, что долго не было дождей, и резервуары с водой, и вот эти хранилища были просто на своем историческом минимуме. В любом случае, цены на воду здесь не такие уж и большие. Третий аспект – это цены на продукты, цены на кафе. Цены, естественно, в таких магазинах а-ля 7-11, Family Mart, Tesco, Big C или Macro, они, естественно, будут абсолютно такие же, как и в Паттайе, такие же, как и в Бангкоке, наверное, и в других местах. Но вот цены на рынках, на какие-то фрукты или сувениры, и цены в кафе, в ресторанах здесь, на Пхукете, они немножечко выше, как нам показалось. Например, здесь, если ты так будешь достаточно аскетично питаться серией рис и курица каждый день, то, наверное, это будет выходить бат в 100-150 в день, если там есть три раза в день. В Паттайе можно было поесть, как мне кажется, и на 50-60 бат в сутки. Здесь же даже в кафе, я не говорю сейчас о туристических зонах, в туристических зонах цены на даже обычный рис с курицей будут зашкаливать. Если уехать чуть дальше вне туристической зоны, цены будут ниже. Но в любом случае здесь прям такая очень большая разница заметная, в Паттайе такого мы в свое время как-то и не заметили. То есть цены на еду здесь, на Пхукете, они немножечко выше. Так, идем далее. Что у нас еще? Какая разница? Транспорт, боги, транспорт. На Пхукете основной вид транспорта это такси. Причем не такое такси, которое по таксометру, а просто такси. То есть это вот просто вышел, поймал, это позвонил, заказал, это граб. Цены конские совершенные. Но и раз думаешь, я как бы и пешком весь остров лучше пройду, потому что из центра острова поехать куда-нибудь в район аэропорта, это уже 900 бат. Ну как бы, ну это вообще капец. Здесь нет в таком большом количестве и не так распространены байк-такси, как это было в Паттайе, когда они у каждого 7-11 дежурили и просто там курсировали по улицам. Здесь такого нет. Они в основном тусят на бич-роу, то есть это на Патонге, и какими-то маленькими отдельными кучками еще где-то кучкуются, но их не так легко найти. И соответственно, если тебе куда-то нужно поехать, то у тебя очень мало вариантов. Еще есть Санктео, это такие открытые маршрутки, которые курсируют в основном между пляжами. И есть два больших автобуса кондиционированных, которые ходят из аэропорта, один до Пхукеттауна и один до пляжа Равайи. Но проезд в нем стоит в среднем 100 бат, поэтому тоже так особо не накатаешься. И остановки у него, конечно, прописаны, но можно и всегда попросить остановить где-то между. Поэтому транспорт здесь, конечно, дорогой даже. Вот я работаю в отеле, ко мне иногда подходят наши гости, говорят, а как вот можно уехать? Я говорю, ну на такси, а сколько будет стоить? Ну там вот 600-700 бат, или это что за цены? Сейчас мы попробуем Граб, открывают Граб, а там еще выше. Ну то есть это прям на самом деле неудобно. И мы когда ездили в Бангкок на концерт Морун Файв, и там были байк-такси, мы прям просто, господи, поехали. Там копеечные цены, едешь полдня практически, и радуешься как ребенок, что можешь спокойно передвигаться по городу. Здесь с этим величайшие, к сожалению, проблемы. Так, в чем у нас еще отличие? В людях. На Пхукете очень много мусульман, соответственно, очень много мечетей, но они очень добрые, открытые люди. Всегда готовы прийти на помощь. Я вечером, когда иду с работы, очень часто мне предлагают подвезти, просто потому что зачем такая несчастная, несчастный такой фаранг один прется по улицам. У них в принципе не принято особо ходить пешком, поэтому любой идущий пешком человек вызывает у них какую-то, видимо, жалость. И безудержное желание помочь. Я вообще не против. Я только за. Всегда, чтобы не пилить полчаса до дома, я за, чтобы мне кто-то подвез. Так, в чем же у нас тут еще может быть отличие? В чем же еще? Цены. Цены на аренду. На аренду чего бы то ни было. Я бы даже сказала разница цен. Разница цен в сезон и в несезон, она прям колоссальная. То есть некоторые люди даже ждут окончания высокого сезона, чтобы там переехать или переснять машину, потому что, ну, например, в сезон дом может сдаваться за 25 тысяч, а в несезон цена может упасть до 20 тысяч. И это нормально. То есть ты снимаешь на год, и получается у тебя год стабильная вот эта вот цена. В ПТМ мы такого не замечали. Там немного спадали цены, но не прям так колоссально, то есть люди фактически не ждали этого момента снижения цены. Как-то всем было, ну, как-то по барабану. Еще отличие мы заметили в количестве людей в сезон и в несезон. В сезон здесь был прям движ париж, прям все гудело, пляжи битком, кафешки битком, все было заполнено. Сейчас, а сейчас у нас не сезон и сезон дождей, тишь, гладь, ноль людей практически на пляжах. Естественно, тем, кто здесь живет, это прям благодать. В ПТМ мы не замечали такой разницы. Хотя, может быть, это только из-за того, что, в принципе, и в сезон-то в ПТМ было не особо много людей, поэтому вот эта разница с несезоньем, она была не так заметна. Ну, в любом случае. Еще одно отличие. Море. Море. В ПТМ, как вы уже знаете, купаться-то особо негде, поэтому все уезжают куда-нибудь на острова. Здесь к вашим услугам все западное побережье, от Майкао до, я не знаю, Равайи, Найхарна. Все, вот купайся на любом пляже вообще. Даже на Патонге. Ехать никуда не надо. Хочешь прям вот баунти, райское наслаждение, тебе пи-пи или семиланы. Все, что угодно. И вот осознание того, что в любой день ты можешь проснуться и мотнуть на море, тебе не нужно ехать ни на каком пароме, и там с толпой каких-то других людей, это прям кайф. Еще было бы время на то, чтобы ездить на море в любой день, когда ты хочешь туда поехать, было бы вообще идеально. Но в любом случае, если вы любите море, вам никакая не потая, вам Пхукет. Вместе с морем идет еще и морской воздух, который здесь просто волшебный. Вот когда живешь здесь, особо не замечаешь. Но когда мы мотались в Бангкок, дышать было невозможно. Приезжаем обратно на Пхукет, вот этот вот соленый морской вечерний бриз обдувал, значит, наши лица. Это было очень кайфово. Поэтому да, разница воздуха здесь, конечно, колоссальная. И нет какого-то этого специфического запаха. В Паттайе все-таки, те, кто там был, какой-то есть специфический запах, запах Паттайи. Здесь все-таки больше просто запах моря, вот этой вот солености. Еще одна отличительная особенность – это соблюдение законов, в том числе миграционных, непосредственно на Пхукете. Мне показалось, что здесь с этим все немножечко строже. Даже в том плане, что документы мне на визу, на бизнес и на разрешение на работу готовили здесь три месяца. Я ни разу такого еще не видела ни в Паттайе, ни в Бангкоке, ни на первом, ни на втором месте работы. У меня такого не было, что документы готовили так долго. Здесь это все проходит какой-то миллион проверок, и я так понимаю, просто потому что здесь либо так они соблюдаются строго, все эти законы, либо просто фиг пойми, почему так все это происходит. Плюс здесь иногда устраивают рейды. Вот, например, со мной недавно случилась ситуация, когда ко мне на работу пришли сотрудники полиции проверить, проверить мои документы. И у них был целый лист россиян, я так понимаю, которые работают здесь. И вот они ходили, кому-то домой ходили, проверяли документы, кому-то так же, как ко мне на работу. Хотя это было воскресенье, и было очень странно вообще. Пришли проверить визу, разрешение на работу, спросили, где я живу, попросили фотографию дома, у кого, блин, есть фотография дома. И, в принципе, и ушли. Теперь на работе я гордо зовусь криминал, потому что ко мне приходят менты. Причем это даже была не миграционная полиция, это были обычные полицейские, поэтому я вообще ничего не поняла. Просто скинула им все фотографии, и, собственно, от меня отвязались. Не знаю, что это было. Так, ну вот, в принципе-то и все. Все, я вам рассказала основные моменты, основную разницу, которую мы заметили между жизнью в Паттайе и жизнью на Пхукете. Если вы были и там, и там жили, и там, и там, и знаете что-то еще, я буду рада, если вы напишите в комментариях, обсудим. В общем, с вами была Алина из «Двое за границей». Подписывайтесь на наш канал, ставьте сердечки, ставьте лайки, пишите в комментариях какие-то ваши вопросы, идеи о том, что бы вы хотели еще посмотреть, нам это реально очень помогает. Делитесь этим видео в своих социальных сетях, рассказывайте о нас друзьям, мы будем просто мега благодарны. А пока, хорошего вам дня и пока-пока!